Бусидо Тацио Накана против Козуо Ямазаки. Ямазаки номер два в японском рейтинге самых сильных бойцов Бусидо. А если мы говорим про рейтинг японский, то читай во всем мире. Тацио Накана. Он выходит первым на ринг. И ждем появления Козуо Ямазаки. Тацио Накана. Все, кто выходит на схватку стаккадой, проигрывают этот бой еще до непосредственно стартового гонга. Ямазаке, естественно, нужно вернуться на путь побед и почувствовать вновь радость от того, что именно его руку вскидывает рефери. Ну вот представление Тацио Накана. Он из Ибараки, 28 лет. Этому парню 215 фунтов его вес и 5 футов 9 дюймов рост. Посмотрим на его достижения в одиночных схватках. Кстати, показывают его бой с Канехарой. 18 схваток он провел и 10 закончились его победы. И довольно-таки неплохой показатель. Ямазаки, 31 год, 6 футов 3 дюйма и 230 фунтов вес. Сейчас должны показать, ну, судя по всему, последний бой, эпизод последнего боя против Токады. Да, действительно, который Ямазаки также проиграл. 20 боев у него на ринге, 13 побед. Вы знаете, если вот сейчас показывают Накана, и если мы говорим об этом парне, то ему для начала нужно почувствовать сильную боль, прежде чем проснуться и начать действовать. Но уж если Накана начинает работать в полную силу, то тогда берегись. Посмотрим, что будет в этом бою. Накана вполне серьезный соперник, даже для такого монстра бущидо, как Ямазаки. Очень техничен Казуо Ямазаки. И сегодня, конечно же, у него есть все шансы, чтобы выйти с ринга победителем. У Накана за спиной совсем недавняя победа над Канехарой. Естественно, он воодушевлен. И, как говорится, не пора ли замахнуться на победу над вице-чемпионом всего рейтинга Японии и мира в бущидо. Рисую предположить, что схватка этих двух бойцов будет достаточно долгой, потому что эти два парня уж слишком хорошо знают друг друга, чтобы потерять концентрацию, либо попасться на какой-нибудь болевой прием по собственной глупости. Ну, пока я бы назвал, что то, что мы сейчас видим, больше, наверное, относится к тактическим ухищрениям, к разведке и Накана, и Ямазаки сейчас проверяют физическую готовность своего соперника, выносливость. И сомневаюсь я, что оба они уверены в том, что соперник приготовил что-либо новое из арсенала своих технических приемов и действий. Сейчас, конечно же, стоит задача немножечко вымотать соперника, ну а дальше уже ждать оплошности. Вот так, если смотреть внешне на этих двух ребят, то, конечно, Ямазаки выглядит более предпочтительно. Напомню, Ямазаки более коротко стриженный, сейчас он находится как раз спиной на ринге. Выглядит, ну, посимпатичнее, если хотите так, нежели Тациона Кана. Парень с таким брюшком уж капитальным. Для Японии это не является чем-то экстраординарным, поскольку, ну, вспомните, борцов с УМО, там ходят такие пузатики, что мама не горюй. В данном случае Накана очень активно двигается по рингу, несмотря на такие вот свои внешние данные. Замерли оба атлета, но это естественно, потому что довольно-таки бесперспективная сейчас позиция, вряд ли Ямазаке удастся провести болевой прием. Во-первых, рядом канаты, а во-вторых, Накана находится в довольно-таки неплохой позиции сам и может заблокировать ногу Ямазаки, что он, кстати, сейчас и делает. Судья постоянно спрашивает у обоих, кстати говоря, бойцов. В гивап, то есть сдаешься и, естественно, ждет, что кто-то либо Накана, либо Ямазаки похлопает ладонью по рингу, либо по своему сопернику, давая таким образом знать, что сил терпеть больше нет. Но пока сил у обоих навалом. Вот Накана, судя по всему, решил немножечко отдохнуть, набраться этих самых сил. Ямазаки в довольно-таки неприглядной сейчас позиции лежит на ринге, но, судя по его выражению лица, ничего страшного в данном случае не происходит. И все вот эти попытки Накана провести болевой абсолютно не беспокоят Ямазаки. Сейчас Ямазаки уже поднялся. И похожая примерно ситуация на ту, которую мы видели пару минут назад. Накана довольно-таки подвижный, мало не дает нормально атаковать Ямазаки. Но несколько ударчиков у него прошли все равно. Но без каких-либо последствий для Накана. Интересно, долго Ямазаки будет так вот держать Накана в горизонтальном положении? Нет, Ямазаки призывает подняться к отцу Накана. И вот вполне вероятно произошло то, о чем мы говорили несколькими минутами ранее, что Накана необходимо вывести из себя. Нам нужно, чтобы Накана почувствовал боль. И тогда он начинает действовать. Периодически ему соперники разбивают нос. Вообще нос слабое место у Накана. Вот прекрасно действует Тацуо. Прекрасно сейчас действовал Тацуо Накана. И открывается счет для Ямазаки. То, что я и говорил. Накана разозлился. И великолепно через двойной Нельсон с прогибом бросил Ямазаки на ринг. Это, хочешь не хочешь, а несколько баллов в списании идет автоматически. За открытие счет. Такой легкий нокдаун. И еще раз сейчас Накана будет бросать. Великолепно. Великолепно бросил Накана. Сразу же с болевым. Ну что, окончание поединка или же нет? Выдержит Ямазаки или нет? Неужели он потерпит сейчас еще одно поражение? Третье подряд. Последняя победа у Козыо Ямазаки была очень давно. Победа эта была, напомню, над Бэд Ньюз Аленом, над американцем. А вот что-то не складывается у Ямазаки. Борьба со своими земляками. И, судя по всему, он может такими темпами потерять свою вторую строчку в рейтинге. Но вот канаты, судя по всему, канаты сейчас выручат Ямазаки. Да, совершенно очевидно. Интересно, Накана будет сейчас развивать свой успех? Да, пошел вперед. Накана пошел вперед. И сейчас главное не пропустить контратаку Ямазаки. А вот контратаку Ямазаки. И все, похоже, нет? А Накана, смотрите, вместо того, чтобы сейчас брать на удушающий голову Ямазаки, говорит, что сил-то у него навалом и показывает, что Ямазаки сейчас не рушит. А, он спросил у рефери, может ли ударить по голове предплечьем. Разрешил ему рефери. И вот сразу же освободился захват. И сейчас уже более выгодное положение именно у Тацюна Накана. Там, похоже, и нога, и рука, и одновременно шея. Да, совершенно верно. Правая, видите, рука у Ямазаки в захвате у Тацюна Накана. Чрезвычайно больно сейчас козу Ямазаки. Он пытается схватить Накана за кисть и расцепить этот захват шеи, чтобы хоть чуть-чуть выкрутиться и вырваться из захвата. Посмотрите, обе ноги сплелись, Тацюна Накана, вокруг корпуса Ямазаки. Левая рука держит шею. И спасительные канаты 10-15 проигрывает сейчас Ямазаки. Накана нужно продолжать. Силы у него есть, это совершенно очевидно. Ямазаки это почувствовал и понял, что лучшая защита – это нападение. Великолепно контратаковал. Туго свое дело знает Тацюна Накана. Смотрите, как он ушел от этого захвата, перешел в контратаку. Основательно, судя по всему, разбил пяткой левый бицепс. Ямазаки делает то же самое. Победа Козуу Ямазаки. Ой, как обидно Тацюна Накану. Вы видите, не дотягивался сейчас. Не дотягивался Накану до лица Козуу Ямазаки. И таким образом не смог разорвать захват. Не смог заставить Ямазаки разорвать свой захват, свои ноги.